Здравствуйте, уважаемые телезрители! На национальном телевидении Чувашия стартует новый проект «Спортивные надежды» и я, его ведущая, Екатерина Абрамова. И говорить мы будем о перспективных юных спортсменах. На их в счету пока не очень много наград, зато в избытке желания и энергии добиться высоких результатов в своем любимом виде спорта. Также мы расскажем вам о детско-юношеских спортивных школах города Чуваксары, услышим советы знаменитых тренеров и поможем вам сделать правильный выбор. Сегодня наша героиня – фигуристка Анна Кортова. Ее считают одной из самых перспективных спортсменок. Анна занимается фигурным катанием почти 6 лет. Я много болела, но мама меня решила дать фигурное катание. Ну, просто для здоровья ходить, но потом это все как-то закрутилось. Тогда все сумасшедшие смотрели глазами на ледниковый период. Красивое катание, интересные программы, очень зрелищное шоу. Ну и наша семья, мои родители всегда любили фигурное катание. Поэтому, когда встал вопрос, как закалять ребенка, мы ни секунды не сомневались, мы отдали ей фигурное катание. А никто не думал, что получится вот так, что это нас так затянет глубоко, потому что у ребенка стало все получаться, ей стало нравиться. Аня учится в первой начальной общеобразовательной школе города Чебоксары и является круглой отличницей. По словам ее родителей, спорт очень повлиял на характер девочки. Она стала намного собраннее. Как нам наши тренеры говорят, Ольга Викторовна Булавкина и Валерий Евгеньевич Карабасов, это наряду с художественной гимнастикой один из самых сложных видов спорта. Это сложно координированный вид спорта, которым работают оба полушария. Поэтому ребенок развивается не только физически, но и умственно. В свои 10 лет Аня побывала во многих регионах России – Татарстан, Удмуртия, Мариэл, Владимирской и Ярославской области. Здесь проходили соревнования различного уровня. По мнению спортсменки, участие в них позволяет по-другому взглянуть на свои возможности, сравнить себя с соперниками, увидеть плюсы и минусы своей программы. Она ездит много по городам, мы стараемся не пропускать значимые соревнования, потому что действительно, как дочка сказала, это соревновательность – великая вещь. Она состязается с спортсменами других городов, видит, в чем она слаба, в чем она сильна, и это ее двигает. Сейчас Аня имеет второй спортивный разряд и выступает вместе с девочками на год старше ее. Она осваивает новые и новые элементы, совершенствуя свое мастерство. Учится поражением, учится победам. То есть это великая школа. Спорт – это вообще великая вещь. В спорте каждый ребенок, как я уже наблюдаю давно, идет своим путем. У каждого этот путь свой. Кто-то быстрее, кто-то форсирует, быстро преодолевает трудности, кто-то, наоборот, медленнее достигает своих каких-то результатов. Мне кажется, что подготовка наших спортсменов соответствует тем нормам спортивных разрядов и юношеских разрядов. Они конкурентоспособны по сравнению с некоторыми городами, которые намного слабее даже наши, несмотря на тот пятилетний стаж, который мы имеем. Поэтому я доволен очень результатом. Сама Аня пока с осторожностью заглядывает в будущее. Я не знаю, ну как все сложится, наверное. Ну, может быть, великой буду, может быть, нет. В этом году Аня на зональных соревнованиях вошла в 20-ку лучших. Она заняла 14-е место. Задача на следующий год – вновь принять участие в этих соревнованиях и уже отобраться на первенство России. Столичная детско-юношеская спортивная школа «Спартак» – самая известная в Чебоксарах. Она была создана в 2003 году. Ежегодно воспитанники спортивной школы принимают участие в соревнованиях различного уровня. Причем их результаты растут в геометрической прогрессии. Помимо фигуристов, здесь тренируют молодых волейболистов, футболистов, гимнастов, дзюдоистов и, конечно же, хоккеистов. В Чебоксаро-арене разыграли путевку на всероссийский турнир клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Юношеский хоккей оказался настолько популярен, что собрал более 200 команд со всей Чувашии. Все они стали участниками республиканского этапа «Золотой шайбы». Однако представлять Чувашию на всероссийском уровне отправится лишь одна команда в каждой из трех возрастных групп. В финальной схватке за первое место в младшей группе 2005-2006 годов рождения встретились столичные команды «Спартак-1» и «Спартак-2». Сражались за победу по-взрослому. Наблюдать очень интересно, потому что играют наши сверстники. И когда смотришь, во-первых, увлекательно и, ну как, обучаешься, смотришь, что нового. Да, очень интересно посмотреть, как, может быть, твои друзья, даже, может быть, одноклассники играют за, ну, очень большие клубы. И делают броски, забивают. Нам очень интересно посмотреть. Сами рвемся к этому. Для меня очень интересно наблюдать на хоккей, потому что я сам занимаюсь хоккеем, хотя не так много хожу, но уже имею большие результаты. Первую шайбу ворота соперников удалось забить юным игрокам команды «Спартак-1». В принципе, как и все последующие. Итоговый счет решающего заключительного матча для младшей группы 7-0. А это значит, что на всероссийском турнире клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» Чувашию представит подопечная Сергея Орлова. Причем игры будут проходить в апреле в Сочи на территории олимпийских объектов. «Золотая шайба» – это перспектива развития хоккея не только в нашей республике, наверное, и в стране. Поэтому создается такая четкая хорошая система подготовки спортсменов, начиная, как я уже говорил, с самых отдаленных деревень. Пускай пока нет у нас таких больших успехов на российском уровне, но радует то, что мы развиваемся системно, у нас любителей хоккея в республике становится все больше. «Спартак-чемпион» – девиз спортивного сообщества в равной степени можно применить и к другим видам спорта, культивируемым в этой школе. Анну Кортову и юных хоккеистов команды «Спартак-1» можно смело назвать спортивными надеждами детско-юношеской школы. «Спартак-чемпион»